Добрый день! Сегодня мы продолжаем с вами серию роликов, посвященных статусным символам, а именно символике трона. И сегодня я решила исследовать такую интересную тему, как трон Великобритании, а именно Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Не случайно, ведь это семейство у нас на слуху, ведь мы смотрим с огромным удовольствием все перипетия королевской жизни. Это все очень свежо. И, как ни странно, в наш век современных таких технологий, это единственное государство, одно из немногих, скажем так, которое сохраняет, пытается сохранить все королевские традиции и легалии. Почему? Может быть, потому что Великобритания – это все-таки остров. Островные государства, Великобритания, Япония, они не так сильно ассимилируются с остальными народами, они стараются сохранить те свои исконные традиции, которые существовали многие века. И сегодня мы с ними познакомимся, изучив очень детально символику королевского трона Великобритании. Прежде чем начать исследовать символику английского престола в Палате Лордов, нужно понять само политическое и территориальное устройство страны – Великобритания. Полная официальная форма – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Это суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Нужно сказать, что первым в борьбе за независимость пал Уэльс. В конце XIII – начале XIV века англичане поубивали всех наследных принцев Уэльса, и короли Англии стали передавать титул принца Уэльского своим старшим сыновьям. Уэльс – самая тихая и безобидная часть Великобритании. Антианглийские, антимонархические настроения там достаточно небольшие. Не более 20% населения поддерживают отделение от Великобритании. Наверное, поэтому в престоле Великобритании мы не наблюдаем символики Уэльса. Англичане слишком давно уже считают его своей неотъемлемой частью. Следующий – Пала Шотландия. Шотландцы воинственны и независимы. Шли века, римляне покинули остров, и шотландцы продолжали бороться теперь уже с англичанами, пока в 1189 году король Шотландии не купил у английского короля независимость за 10 тысяч марок. Английский монарх очень нуждался в деньгах для крестового похода. И Шотландию на время оставили в покое. Но через 100 лет шотландский трон остался без наследника. Череда войн, восстаний, жестоких убийств длилась много веков. Шотландия то получала независимость, то вновь теряла ее. Сейчас Шотландия – это экономически могучая, можно даже сказать, почти независящая от остальной Великобритании. Провинция с финансовым центром в Эдинбурге. Референдум по отделению, проведенный в 2014 году, прошел с таким результатом. 45% за отделение и 55% против. Есть еще одна история в отношениях Англии и Шотландии. Дело в том, что когда в 13 веке, в конце 13 века король Эдуард вторгся в Шотландию и завоевал Эдинбург, он увез в качестве трофея кусок песчаника, издревле служивший коронационным камнем для шотландских королей. И вот этот камень встроили в коронационный трон английских королей. И существует легенда, что если на трон сядет не король, камень расколется и сдаст страшный звук. Естественно, все эти века шотландцы требовали возврата священного камня, но английские короли игнорировали эти требования. Но в конце концов, в 1950 году шотландские студенты выкрали этот камень из Весминстерского аббатства и привезли в Шотландию. Камень, правда, в процессе этой эскапады развалился на две части, но его склеили и спрятали в аббатстве Арброд. Через год полиция разыскала камень и вернула в Весминстерское аббатство. Но, видимо, чтобы не нервировать соседей еще и этим, парламент все-таки принял решение о возвращении камня в Шотландию. И в 1996 году его торжественно доставили в Эдинбург с условием одалживать камень на коронацию. И последнее приобретение Великобритании – это Северная Ирландия. Географически Англия больше тяготела именно к северным графствам Ирландии. Хотя не отказалась претендовать бы и на целую страну, что и завершилось присоединением Ирландии к Великобритании в 1801 году. Восстания за независимость продолжались там вплоть до начала XX века. Протестанты и католики бились не на жизнь, а на смерть. Пока в 1998 году не был подписан меморандум о создании Северо-Ирландского парламента. Военный конфликт прекратился, но политический не разрешен до сих пор. Но на каком же троне коронуются государь Великобритании? Это то самое кресло короля Эдуарда. Кресло святого Эдуарда или коронационное кресло. Трон, на котором британский монарх восседает во время коронации. Заказан он был в конце XIII века английским королем Эдуардом I, разместившим под ним коронационный камень шотландских королей. Названо кресло было в честь короля Эдуарда-Исповедника и находилось в его раке в часовне святого Эдуарда в Мисс Минстерском аббатстве. С 1308 года все помазанные монархи Англии до 1603 года и Британии после унии корон сидели в этом кресле в момент их коронации, за исключением королевы Марии I и Марии II. Последний раз кресло использовалось при коронации Карла III, состоявшейся 6 мая 2023 года. Вот это самое кресло с высокой спинкой было изготовлено между 1297 и 1300 годами в готическом стиле из дуба, плотником, известным как Мастер Олтер. Четыре позолоченные фигурки львов выполняют функцию ножа кресла и охранников по совместительству. В прошлом кресло было богато расписано и позолочено. Считается, что на его спинке был когда-то изображен образ короля Эдуарда Исповедника. Английский же престол, предназначенный для рабочих моментов в жизни государства, находится в палате лорда в Мисс Минстерском дворце. Это здание британского парламента, постройки середины XIX века, в который воплотилась патриотичная мечта британцев о возвращении средневековой готики. Конкурс на постройку здания выиграл Чарльз Барри, а интерьеры и мебель спроектировал архитектор и дизайнер Агастес Пьюджин. Новое здание Весминстерского дворца оказало судьбоносное влияние на европейскую архитектуру, продемонстрировав всему миру, каким величественным может быть интерьер, основанный на древних традициях. После завершения строительства мода на готику окончательно захлестнуло другие страны. Около 300 статуй были заказаны для украшения главных фасадов здания, изображая святых и правителей от нормандского завоевания до королевы Виктории. Ну а трон, символику которого мы сегодня будем с вами изучать, находится в зале заседания палаты лордов. Этот зал представляет собой богато украшенную комнату размером 13,7 на 24,4 метра. Здесь, как и в других помещениях лордов, доминирует красный цвет. В южной стороне помещения находится трон под балдахином, где во время церемонии открытия парламента восседает монарх. Перед троном находится место лорда-спикера, до 2006 года лорда-канцлера. Так называемый волсек – прямоугольная подушка, набитая шерстью. Вдоль стен расположены скамьи для пэров. Справа от лорда-спикера – духовная сторона, слева – светская. Духовную сторону занимают лорды духовные – это архиепископы и епископы, и члены правящей партии из числа лордов светских. Светскую сторону занимают члены оппозиционных партий. Беспартийные пэры, их называют кроссбенчеры, занимаясь скамьи напротив места лорда-спикера. В общем, все строго по регламенту. Давайте же обсудим с вами, рассмотрим всю сложную композицию трона монарха Великобритании. Условно его можно разделить на четыре яруса. Первый, нижний ярус, представлен композициями с золотыми королевскими розами, символом Англии. В центральной части второго яруса мы видим прямоугольные фрагменты с золотыми львами на красном фоне. Это символ флага Англии. И те, и другие символы, заметьте, входят в герб Великобритании. О его символике мы детально поговорим чуть позже. Само изображение герба встречается в тронной композиции многократно. Золотые львы с двух сторон престола держат герб Великобритании и Северной Ирландии. Также его можно увидеть в руках ангелов с двух сторон от трона, как символ благословения. Его же изображение фигурирует на спинках тронных кресел. Но самое полное изображение герба располагается в центральной части композиции, прямо над сидящими монархами, обрамляющие центральную часть престола золотые колонны, украшенные геральдическими лилиями, символом королевской власти и милосердия. Ну а теперь давайте рассмотрим с вами всю сложную композицию герба, так как именно его изображение в полной мере или в деталях присутствует здесь повсеместно. На зеленой лужайке, которая служит основой, находится английский геральдический щит готической формы, опоясанный подвязочной лентой и вышитый на ней девизом Ордена Подвязки. В основании композиции роза, клевер и чертополох. Эти растения внесены в герб не случайно, так как роза – это символ Англии, клевер – Северная Ирландия, а чертополох – Шотландия. Англия бережно хранит память о войне Алой и Белой розы, которая длилась 30 лет – с 1455 по 1485 годы. Два влиятельных рода все никак не могли определиться, кто же достоин престола. Династия Ланкастеров – на их гербе была изображена Алая роза, или же династия Йорков – на их гербе красовалась Белая роза. Конец вражды наступил, когда дети династии поженились. Король Генрих VII, севший на престол в 1485 году, для того, чтобы окончательно закончить эту вражду между семействами, объединяет две этих розы в одну – белый цветок поверх алого. Так как Генрих VII стал родоначальником королевской династии Тюдоров, правившей до 1604 года, то эта роза часто называется также розой Тюдоров. Следующее растение – трехлистный зеленый клевер. Это древний символ Ирландии. Святой Патрик – главная историческая фигура Ирландии, в процессе становления христианства раздавал язычникам трилистник, который считался символом Троицы. Именно трилистник считается символом празднования Дня Святого Патрика, главного праздника в Ирландии. А вот четырехлистный клевер считается просто символом удачи и благосостояния. Кроме того, древние кельты считали клевер лучшей защитой от сил зла и колдовства. Следующее растение – чертополох. Национальное растение Шотландии. Издревле ему приписывают магическое воздействие на злых духов. По легенде, в X веке прибрежные поселения скотов страдали от набегов викингов-данов. И в 990 году, недалеко от Перта, даны выбрались на берег, дабы под покровом ночи разбить армию короля Кеннета II. Скоты же никак не ожидали, что даны нападут на них в ночное время суток. Поэтому мирно спали, причем даже не выставив внешних постов. И чтобы не шуметь при движении, даны сняли обувь. Но по роковой случайности, один из них наступил на чертополох и вскрикнул от боли, разбудив криком весь лагерь скотов. Пробудившись от осна, шатлантцы-скоты оказали достойный отпор данам и обратили их в бегство. А чертополох стал их излюбленным цветком-защитником. Таким образом, обратите внимание, три части из четырех частей Соединенного Королевства в гербе не обижены. Обойден только уэльс, чьи растительные символы – лук-порей или нарциссы. Ну, продолжим дальше. И перейдем с вами к орденской ленте, опоясывающей щит. Ремешок с золотой пряжкой – подвязка. Знак высшего и старейшего английского ордена подвязки, учрежденного королем Эдуардом Третьим в 1348 году. Если переводить девиз с французского, то получится. Пусть устыдится тот, кто дурно об этом подумает. К истории возникновения ордена подвязки прилагается весьма пикантная история. Но о ней потом. У нас будет серия роликов о различных орденах. Если же внимательно присмотреться к самой ленте ордена на гербе, то можно заметить, что больше всего она похожа вовсе не на подвязку, а скорее на пояс, на котором вешался меч. В нижней части герба мы можем увидеть еще один девиз на французском языке, который означает «Бог и мое право». С начала 15-го столетия это личный девиз английских монархов, указывающий на божественность прав монарха, на власть и корону. Английские династии того времени имели французские корни. И вообще большинство королей не знало английского языка, который считался языком простолюдинов. Они говорили по-французски. Но перейдем к счету. Леопардовые львы или леопарды, расположенные в первой и третьей четверти герба, это старинный герб Англии. Официальное его наименование – «Идущие львы на стороже». Создал его Ричард I «Львиное сердце» в 1190 году. За основу был взят герб Вильгельма Завоевателя и Нормандской династии. Немного видоизменен и к двум имеющимся львам приставлен еще один. Красный лев в золотом фоне, которого мы можем увидеть во второй четверти герба Великобритании, является древнейшим символом Шотландии. Считается, что он был взят с герба графства Фаевского. А те, в свою очередь, переняли его у викингов. Впервые в государственном гербе он начал использоваться шотландским монархом Вильгельмом I Львом Шотландским, правившим с 1165 года по 1214 год. После того, как королевская династия Шотландии с вошедствия на английский престол шотландского монарха Якова I прекратила свое существование, герб Шотландии стал частью королевского герба Великобритании. Ну а лев, как мы помним, это символ царственной власти, силы, храбрости, мудрости и справедливости. Ну и, наконец, в четвертой четверти мы можем наблюдать герб Ирландии. Это так называемая ирландская арфа, ставшая символом Зеленого острова с 13 века. Надо сказать, что это единственная на данный момент страна, в которой символом является музыкальный инструмент. Появление золотой арфы связано с древнеирландским фольклором. По легенде, верховные боги света даровали верховному королю племен по имени Дагды некие волшебные арфы, звуки которых помогали жить и радоваться простому народу. Вот, собственно говоря, почему ирландцев начали называть с тех времен народ арфы. Золотая арфа, правда, в зеленом поле стала гербом провинции Лейнстер, а через нее и гербом государства Ирландия. После объединения Ирландии, Англии и Шотландии при Якове I английском в марте 1603 года арфа появилась на третьей четверти королевского герба Соединенного Королевства. Ну и в очередной раз хочется отметить, что такая важная часть королевства, как у Эльс, снова ее обошли вниманием. С одной стороны, у Эльс имеет статус княжества. Он никогда не имел ярко выраженного суверенитета в пределах настоящих границ, а его национальный герб не был утвержден, но все-таки чувствуется в отсутствии геральдики Соединенного Королевства в алийской символике некоторая несправедливость. То есть мы не видим ни растений у Эльса, ни герба. Ну и нужно сказать, что эту несправедливость, по-видимому, чувствовали и английские монархи. Мы знаем, что наследник британской короны носит титул принца Уэльского. Ну и давайте пару слов скажем о щитодержателе. В данном случае это лев и единорог. И лев в данном случае символ Англии. А вот единорог. Наряду с чертополохом и тартаном единорог считается альтернативным красному льву национальным символом Шотландии. Единорог – это геральдический символ осторожности, осмотрительности, благоразумия, чистоты, непорочности, строгости и где-то даже суровости. Это символ божественного единства, духовной власти и благородства. В качестве щитодержателя он заменил валийского дракона в начале 17 века. Кроме красного дракона щитоносцами побывали серебряная антилопа, серебряный лебедь, серебряный кабан и серебряный гонщий пес. Ну и венчает герб золотой шлем с закрытым забралом. На нем императорская корона с нашлемником, золотым коронованным леопардом, которого в просторечии называют британским львом. Справа и слева от шлема золотой намет, подложенный горностаем. Тот герб Соединенного Королевства, который мы с вами сегодня тщательно рассматривали, стал таким только при правлении королевы Виктории. И корона, которая венчает королевское кресло, очень похожа на реальную корону святого Эдуарда. И относится она к так называемым драгоценностям короны. Королевским регалиям и ювелирным украшениям, принадлежащим не лично монарху, а государству в юридическом лице короны. Сама форма короны традиционна для королевских регалий Англии. Венец, состоящий из чередующихся четырех крестов и четырех геральдических лилий. Выше крестов идут четыре полудуги, которые венчают шар с крестом. В реальной короне в центре находится бархатная шапка с горностаевой опушкой. Корона, изготовленная из твердого золота, украшена 444 драгоценными камнями. Первоначально камни устанавливались только для процедуры коронации, после чего корона демонтировалась и оставался только ее остов. Однако в 1911 году драгоценные камни были установлены постоянно. Ну и поскольку Соединенное Королевство является конституционной монархией, корона также символизирует суверенитет или власть монарха. Не мудрено, что за многовековую историю существования британского трона возникли приметы и предания, которые точно определяют дальнейшую судьбу этого самого трона. И самое известное из них это вороны в Тауэре. Коротко. Король бритов Бранден Бранд благословенный поручает своим наследникам отрубить себе голову и похоронить ее под Белым холмом. На нем сейчас стоит Тауэр лицом к проливу, дабы никакие враги не ступили на берег Британии. Бранд на Валийском ворон. С тех пор на холме, а потом и в построенном на нем Тауэре живут вороны. Другая версия, более современная, это предсказание астролога из 17 века, что якобы, когда вороны, живущие в Тауэре, исчезнут, закончится и время монархии. Но на самом деле все намного проще. Появились они там в то время, когда Тауэр был королевской тюрьмой, пыточной и местом казни врагов короны, явных и вымышленных. А мы знаем, что ворон это птица-падальщик. Поэтому совершенно неудивительно, что они прилетали туда, чтобы полакомиться легкой добычей, тем более, что казненных выставляли тогда на всеобщее обозрение. Но времена постепенно менялись, варварские способы устрашения уходили, еды становилось все меньше и птицы стали покидать насиженное место. Наверное, тогда астролог и провел параллель. Улетят птицы, исчезнут монархи. Это впечатлило тогдашнего короля Карла II настолько, что он не стал проверять, а просто приказал, чтобы в Тауэре всегда жило шесть воронов. Эта традиция, вернее подлог, сохранилась и поныне. В Тауэре постоянно живут шесть основных воронов и парочка запасных. И хотя их кормят по всем правилам птичьи диеты, но крылья им подрезают, чтобы они не улетели и не поставили под угрозу существование королевского дома Великобритании. Вот такая интересная система сложных достаточно взаимоотношений внутри Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которая совершенно явственно считается в символике самого трона. И на сегодняшний день это одна из самых любопытных монархий, за жизнью которых очень интересно следить. Вообще для островных государств для них характерно чтить традиции, потому что они как бы отделены от остального мира и они очень явно предрасположены к сбережению собственных традиций. Так что возможно они будут стараться сохранить и реставрировать монархию любыми путями, любыми способами. Мне было очень приятно сегодня с вами поговорить об этой удивительной теме. Ну а пока я благодарю вас за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok